Друзья, всем привет! С вами Роман Сафронов и вы смотрите Арканум ТВ. В сегодняшней серии мы поговорим с вами о том, как найти баланс между духовным и материальным. Каким образом сделать так, чтобы и духовное, и материальное помогало нам в движении к своим целям, своим желаниям. Ну, в общем-то говоря, к успеху. Итак, для начала давайте разбираться, что такое духовное, а что такое материальное. Потому что об этом много говорят, но мало есть понимания, а что же это на самом деле такое. Так вот, материальное, соответственно, это все те наши желания, которые мы хотим получить, пощупать физически. Которые мы хотим, собственно говоря, от которых мы хотим испытать удовольствие, которые принесут нам что-то также физическое. Например, вот кофе. Как вы видите, оно материальное, мы его можем выпить, насладиться им, ну и получить удовольствие. Материальные вещи, во-первых, дают нам возможность получить от них удовольствие. Мы можем их пощупать, и дальше мы можем их как-то еще использовать в физическом мире. Ну, к примеру, можно вот сюда класть карандаши или еще что-то делать. Тут уж ваша фантазия как разыграется. Ну, а я пока это кофе дематериализую, чтобы оно мне больше не мешало. Та-дам! Магия кино в действии. Итак, продолжаем. Я надеюсь, понятно, что такое материальное. То есть это все, что нас окружает. Все, что мы можем с вами пощупать, потрогать, провзаимодействовать. Ну и, кстати, тоже важно получить от этого какой-то сенсорный или же по-другому эмоциональный отклик. Теперь, что же такое духовное? И вот здесь немножко может быть сложнее, потому что духовное – это уже не материальное. Да, логично. Соответственно, что же такое духовное? Духовное – это наше внутреннее состояние, ощущение и переживание. Это наше внутреннее взаимодействие с тем, что, например, в психологии называется областью не я или областью высшего бессознательного. Ну или просто наше бессознательное, которое вокруг нас, но мы его не можем пощупать и потрогать. Так вот, духовное дает нам возможность развить те внутренние навыки, которых мы не можем увидеть, которые мы не можем пощупать, но которые очень серьезно на самом деле влияют на нашу жизнь. Духовное дает нам возможность почувствовать энергию, дает почувствовать то, что находится за пределами физического мира, за пределами нашего физического тела, материального. И, конечно же, духовное помогает нам развиваться, получать больше, и как раз от духовного зависит, мало кто знает, но именно от духовного зависит то, насколько мы будем радостны, счастливы, насколько мы будем легко и просто двигаться вперед и получать удовольствие от жизни. Материальное это на самом деле сильно нам это удовольствие не несет. Есть у вас машина, вы порадовались три месяца и все, но если машина не связана с какими-то духовными движениями, вещами, энергией, то она недолго вам будет доставать удовольствие. Но вот если сюда включать элемент духовности или элемент внутреннего духовного, тогда мир, картина, наша реальность и наши возможности меняются. Итак, я надеюсь, мы разобрались, что такое материальное, что такое духовное. Теперь давайте переходить дальше. Каким образом это должно быть соединено, почему это должно быть соединено, и как нам сделать так, чтобы, собственно, материальное с духовным подружить. Здесь следует объяснить следующую вещь, я ее уже начал вам рассказывать и говорить, что духовное и материальное по факту являются некими, знаете, такими гранями или же краями одного и того же, как разные концы одной линии или одной палки, которые друг друга уравновешивают. И вот глобально задача человека, она на самом деле заключается в том, чтобы научиться объединять и духовное, и материальное. То есть по-другому приходить с крайностей в середину, в баланс, в центр. И вот это как раз и есть процесс объединения духовного и материального, обретения целостности, обретения центра внутри себя, в своей жизни, в своей энергетике, в мыслях, в своем мире глобально. И благодаря этому самому центру никакие материальные или же духовные потрясения не будут вас сбивать, не будут вас растаскивать. Вы, как неваляшка, постоянно будете находить баланс, равновесие. Ну и, собственно говоря, у вас очень хорошо будет получаться двигаться вперед, невзирая на то, что происходит в мире, невзирая на то, что происходит с вами в вашей жизни. Если у вас есть объединение духовного и материального, вы всегда можете прийти к желаемому, прийти к цели и при этом получать от этого удовольствие, радоваться, ну и, собственно говоря, достигать большего. Ведь тот, кто просто живет в материальном, он часто бывает несчастлив или же, достигая каких-то высот, он потом их теряет. Тот, кто живет в духовном, он очень часто улетает, улетает из этого мира, на самом деле, потому что боится здесь что-то достигать, боится здесь что-то делать, боится, что у него не получится. Или же ему кажется, что это не про него, что он уже должен быть где-то на горе Тяньшан. И, собственно говоря, это нам мешает, потому что развитие происходит здесь и сейчас, потому что самое главное, зачем мы сюда пришли, это меняться, развиваться, получать новый опыт. Ну и, собственно говоря, за счет этого опыта, за счет движения быть счастливыми. Так вот, духовный человек, он может улететь далеко, увидеть красочные какие-то картины, но это будет иллюзорно, потому что он физически ничего не делает. А мы живем с вами в материальном мире, мы живем с вами в физическом мире, где важно духовное приземлять, важно духовное мотивировать и проявлять. Соответственно, таким образом, если мы берем духовное и мотивируем, мы опять же начинаем создавать вот этот центр, создавать этот баланс. И тогда мы становимся гармоничнее, и тогда мы быстрее развиваемся. Как говорит замечательная китайская поговорка, легко быть просветленным на горе Тяньшань. Попробуй сделать это на китайском рынке. Очень часто у людей возникает иллюзорное представление, что я лучше буду в материальном, потому что там деньги, и только там они есть. А вот духовное – это все про питаться праной, наполняться энергией солнца, ну и, собственно говоря, жить на водичке с хлебушком, как это, три корочки черного хлеба, пожалуйста, потому что я духовный человек. Но на самом деле это не так. Все люди духовные, они на самом-то деле всегда получали то, что хотели. У них всегда было много, они просто не показывали это. Мы можем пойти и начать с каких-то прям знаковых фигур. Если вы вспомните Будду, то он изначально был очень богатым человеком, и потом таким же богатым остался. Если мы посмотрим на различных духовных практиков, вряд ли вы можете сказать, что кто-то из них был абсолютно беден. Возьмем Оша, возьмем Кришнамурти, возьмем других знаковых фигур, кстати, ту же самую нашу Елену Петровну Блаватскую. У всех у них, кроме духовного и кроме достаточно мощного энергетического развития, еще было и материальное. И они это материальное приумножали, как раз приумножали за счет духовного. Но если мы посмотрим на сегодняшние реалии, на текущих знаковых персон, то мы также можем увидеть, что достаточно богатые люди, которые поняли, что материальное это не единственное, что есть, они начинают развиваться, они начинают двигаться вперед и начинают подключать еще духовное. И тогда они в разы вырастают. Возьмите того же самого Илона Маска, возьмите Билла Гейтса, возьмите Стинга. Они все люди знаменитые, богатые и при этом развивающиеся и в духовном направлении. Именно духовное помогает им больше раскрываться, создавать шедевры, двигаться вперед, получать удовольствие от того, что они делают, ну и, конечно, приумножать свою духовность и свою материальность. Собственно говоря, предлагаю вам сейчас прочувствовать, как это, когда начинает соединяться материальное и духовное. Мы сейчас с вами сделаем практику, которая поможет вам почувствовать баланс, ощущение вот этого центрирования, гармонизации, которые как раз дают объединение материальной основы нашей и духовной основы. Мы с вами начнем соединяться в центре такой вертикали нашего потока энергии, нашего сознания, бессознательного, наших возможностей. Для этого сядьте удобнее, закройте глаза, ноги и руки не скрещивайте. И, сделав глубокий вдох-выдох, давайте погружаться в практику, в нейромедитацию. Глубокий вдох-выдох. Почувствуйте себя здесь и сейчас. Ощутите макушку головы, кончики пальцев рук и ног. Ощутите, как из материального пространства, из материального мира, из всего того, что вы можете пощупать, потрогать, из всего того, что окружает вас, из всего того, что есть вокруг. У вас начинает вливаться энергия материальности. Она начинает двигаться снизу вверх, втекать в ваше поле, в ваше тело. Начинает вливаться в ваши ноги, заполнять их. Энергия материальности может выглядеть по цвету, как оранжево-желтая энергия, красновато-желтая энергия. Она вливается в вашу энергетику, в ваше поле, вливается в ваше тело, заполняет полиникры, стопы, заполняет колени, бедра, запитывает и заполняет крестец и копчик, поднимается вверх по спине, наполняет тазовую область, живот, солнечное расплетение, наполняя грудную клетку, грудь, лопатки, запитывая шею, плечи и руки, наполняя голову. Этот поток выходит вверх, соединяя вас, начиная настраивать на духовное. Сейчас ваша задача за закрытыми веками посмотреть, как будто через макушку головы вверх, представить, как сверху на вас опускается сияющий солнечный поток. Этот поток заполняет вас и очищает. Он набирает лишние мысли, сомнения. Он начинает менять ваши вибрации. Этот сияющий свет напитывает кокон, напитывает сферу энергетическую вокруг вас, наполняет физическое тело, голову, шею, плечи, руки, туловище, звоночный столб, грудную клетку, живот, таз, листец. Заполняются бедра, колени, коленикры, стопы. Ощутите, как эти потоки, соединяясь, образуют одну вертикальную линию, один вертикальный столб, центр основы, которым вы сейчас будете создавать. Подумайте о всем материальном, что вы имеете, о том материальном, что вам дает радость, энергию, дает возможность опереться на это материальное. И начните поднимать все это состояние в виде сферы, в виде ощущения этой материальности снизу в центр себя. Там, где захочется сформировать эту сферу материальности, постоянно говоря, остановите эту сферу. Теперь подумайте о всем том духовном, о всем том необычном, о всем том прекрасном, развивающем, мотивирующем и наполняющем вас, о всем том неизведанном, что есть в вашем мире и в вашей жизни. Представьте, как духовность также обретает форму сферы, шара, яркого, сияющего. И эта сфера, этот шар сверху начинает спускаться к вам, начинает спускаться ваше тело вниз, в то место, где уже сейчас есть сфера материального. И теперь ваша задача, найдя эти две сферы и почувствовав их, начать объединять их, спрашивая себя, сначала, что мне даст объединение материального и духовного? И внутри вас будет рождаться ответ. Например, большую свободу, радость, большие возможности. Второй вопрос, который задаете себе. Как мне объединить свои жизни духовные и материальные? Пока что ответ может быть просто в виде картинок, инсайтов, в виде образования, пути, возможности для объединения. Ведь это процесс. И он не проходится за один день. А процесс, который вы будете делать некоторое время, который просто начинается здесь и сейчас. Задайте себе вопрос, что нового рождается во мне, когда мое духовное и материальное объединяется? Когда я нахожу центр целостности? Когда я приближаюсь к этому состоянию хотя бы на 5 процентов? Сейчас то, что мы делаем, дает вам возможность приблизиться к этому состоянию, прочувствовать его возможности. То, что вы чувствуете, это всего лишь 5 процентов от возможного. Внутри вас придет ответ, что же открывается. Свет объединения духовного и материального создает луч света, идущий вперед. Создает направление, которому вы можете начать шагать, чувствуя баланс и равновесие. начинай видеть те места в вашей жизни, те события, когда вы можете начать балансировать материальное и духовное в своей жизни и получать и получать от этого больше радости, больше возможностей, больше результата. в этом состоянии, сделав глубокий вдох-выдох, открываете глаза. Я рекомендую вам делать эту практику хотя бы раз в неделю для того, чтобы самостраиваться, чувствовать, насколько вы ушли далеко в материальное или наоборот в духовное и находить вот этот центр. Напоминаю также, что это только начальный уровень, начальный этап и путь дальше можно делать гораздо больше и получать больше результатов. Поэтому идите вперед, развивайтесь, помните о том, что мир гораздо больше, чем вам кажется. Ну а инструменты для вашего развития, успеха и возможностей всегда есть и существуют. И я с удовольствием в дальнейшем буду ими с вами делиться. На этом все. До новых встреч. С вами был Роман Сафронов. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчики, ставьте лайки и увидимся.